Гепарх Никейский, древнегреческий астроном, механик, географ и математик II века до н.э., часто называемый величайшим астрономом античности, главной заслугой Гепарха считается то, что он привнес в греческие геометрические модели движения небесных тел предсказательную точность астрономии древнего Вавилона. Биография Гепарх родился в Никее, большую часть жизни проработал на острове Родос, где он, вероятно, и скончался. Его первые и последние астрономические наблюдения датируются, соответственно, 162 и 127 г.г. до н.э. предполагается, что он был в контакте с астрономами Александрия и Вавилона, но неизвестно, посещал ли он эти научные центры лично. Основными источниками информации о его трудах являются математическое собрание Папа. География Страбона и Альмагест Птолемея последний оставил следующую характеристику Гепарха – муж трудолюбец и поклонник истины. Из собственных сочинений Гепарха до нас дошло только одно – комментарий к феноменам Евдокса и Арата в трех книгах. В трактате содержится критический комментарий к описаниям положений звезд и созвездий на небе в популярной астрономической поэме Арата, основанной на наблюдениях Евдокса. Кроме того, в сочинении приводится множество численных данных о восходах и заходах многих звезд и отдельные их координаты. Исследование этих сведений показывает их тесную связь со звездным каталогом в Альмагесте Птолемея. Прецессия. Наиболее важным достижением Гепарха считается открытие предварения равноденствий или астрономической прецессии, заключающейся в том, что точки равноденствий постепенно перемещаются среди звезд, благодаря чему каждый год равноденствия наступает раньше, чем в предшествующие годы. По Птолемею Гепарх сделал это открытие, сопоставляя определенные им самим координаты спики с измерениями Александрийского астронома Тимохариса. Более подробное исследование позволило Гепарху отвергнуть предположение, что это изменение координат вызывается собственными движениями звезд, так как менялись только долготы звезд, но не их широты. По Гепарху скорость прецессии составляет один столетие. По мнению американского историка науки Наула Свердлова, измерения звездных координат, бывших в распоряжении Гепарха, являются недостаточно точными. Чтобы судить о скорости прецессии, Свердлов предполагает, что Гепарх измерил скорость прецессии на основании разности между тропическим и седерическим годами. В последнее время появились основания полагать, что разность между этими двумя видами года была известна еще Аристарху Самосскому, жившему за полтора столетия до Гепарха. Если это так, то заслуга Гепарха заключается не столько в открытии прецессии, сколько в подробном исследовании этого феномена на основе данных о координатах звезд. Звездный каталог. Гепарх составил первый в Европе звездный каталог, включивший точное значение координат около тысячи звезд. Плиний Старший писал, что непосредственным поводом к составлению каталога явилась новая звезда в Скорпионе, вспыхнувшая в 134 грамма до Н. Э. Натолкнувшая Гепарха на мысль, что надлунный мир также подвержен изменениям, как и мир зимой. Он определил место и яркость многих звезд, чтобы можно было разобрать, не исчезают ли они и не появляются ли вновь, не движутся ли они, меняются ли в яркости. Он оставил потомкам неба в наследство, если найдется тот, кто примет это наследство. Отсюда видно, что сам Гепарх, по меньшей мере, допускал возможность собственных движений звезд. Имея в виду оставить позднейшим наблюдателем данные для наиболее легкого определения изменения положений звезд, он записал несколько случаев, когда три или более звезды лежат примерно на одной линии. Заметим, что наличие собственных движений несовместимо с представлением о звездах как о телах, закрепленных на одной сфере. Представление о неподвижности Земли требует, чтобы звезды были жестко закреплены на небесной сфере. Поскольку в этом случае суточное вращение неба считается реальным, а не кажущимся, как случай вращающейся Земли. Хотя большинство астрономов считает Гепарха сторонником мнения о неподвижности Земли, можно допустить, что он, по крайней мере, не исключал возможность вращения Земли. Другим новшеством Гепарха при составлении их каталога явилась система звездных величин. Звезды первой величины, самые яркие и шестой, самые слабые, видимые невооруженным взглядом. Эта система в усовершенствованном виде используется в настоящее время. Сам по себе каталог Гепарха до нас не дошел. Многие астрономы, однако, полагают, что звездный каталог, приведенный в Альмагисти Птолемея, в действительности является переделанным каталогом Гепарха. Вопреки высказыванию Птолемея, что все звезды его каталога наблюдались им самим. По этому вопросу ведется очень напряженная дискуссия, но в последнее время начинает преобладать мнение об авторстве Гепарха. В частности, к такому выводу пришли в 2000 году Акадамбис и Ю. Н. Ефремов, определив эпоху составления каталога по данным о собственных движениях звезд. В 1898 году Георг Тиле предположил, что звездный глобус, являющийся деталью эллинистической скульптуры Атлант Форнези, изготовлен на основе каталога Гепарха. В 2005 году эта гипотеза была снова предложена Б. Шафером. Специалисты отмечают, что при ближайшем рассмотрении изображения на глобусе Форнези имеют гораздо больше отличий, чем сходств с данными Гепарха, что не позволяет принять эту гипотезу. Орбиты Солнца и Луны. Все теории движения небесных тел, созданные вавилонскими астрономами, рассматривали только их движения по небу. К тому же только в проекции на эклиптику, наоборот. Астрономы Древней Греции стремились установить орбиты небесных тел в пространстве. Начиная с Аполлония Перкского, 3 век ДНЭ, они строили орбиты на основе сочетания больших и малых кругов, дифферентов и эпициклов. Именно на основе этого принципа Гепарх создал первый дошедший до нас теории движения Солнца и Луны. Если бы Солнце равномерно двигалось по окружности с центром в центре Земли, то угловая скорость его перемещения по небу была бы постоянной. Астрономические времена года имели бы равную продолжительность. Однако еще и в Ктемон и поздние Калип установили, что продолжительность сезонов не одинакова, по собственным измерениям Гепарха, более точным, чем у его предшественников. Интервал между весенним равноденствием и летним сансостоянием составил 94,5 дней, между летним сансостоянием и осенним равноденствием – 92,5 дней. Поэтому согласно теории Гепарха дневной светило равномерно движется по эпициклу, центр которого, в свою очередь, равномерно вращается по дифференту. Периоды обоих вращений одинаковы и равны одному году, их направления противоположны, в результате чего Солнце равномерно описывает в пространстве окружность, центр которой не совпадает с центром Земли. Ван Дёр Варден считает, что аналогичные теории Солнца создавались еще раньше, в частности, Калипом, в IV веке до Н. И из наблюдений требовалось определить эксцентриситет орбиты и направление линии Апсид. Зная продолжительность времен года, Гепарх решил эту задачу. Эксцентриситет орбиты Солнца составляет 1,24-ю, а по Георбит расположен на угловом расстоянии 64,5 градуса от точки весеннего равноденствия. Теория Гепарха описывает положение Солнца на небе с очень высокой точностью. Точность определения расстояния Солнца от Земли оказывалась существенно ниже, но соответствующая вариация видимого радиуса Солнца не была доступна для измерения древним астрономам. По мнению Роулинза, Гепарх создал несколько таких теорий, каждая последующая из которых была точнее предыдущей. Причем до нас дошла только одна из них, притом не самая последняя, поскольку, в отличие от Солнца периода наиболее быстрого или медленного движения Луны по небу каждый месяц приходится на новое созвездие. Для создания теории движения Луны Гепарху пришлось предположить, что скорости движения Луны по дифференту и эпициклу не совпадают. Для получения орбитальных параметров Гепарх использовал красивый метод, основанный на использовании трех лунных затмений, созданный ранее им же теорией Солнца и данных более ранних древнегреческих астрономов. Гепарх создал две теории с несколько различными параметрами. В виде сложности движения нашего естественного спутника лунная теория Гепарха оказалась не столь успешной, как его теория Солнца, но тем не менее позволила осуществлять предсказания затмений с точностью, недоступной более ранним астрономам, в том числе и вавилонским. Интересно, что по одной из гепарховых лунных теорий отношения радиусов эпицикла и дифферента составляет 327 плюс 2 третьих к 3144, по второй 247 плюс 1 вторая к 3122 плюс 1 вторая отношения чисел однозначно определяются из наблюдений, но откуда взялись эти странные единицы? Вопрос оставался неясным до 1991 года, когда Роулинс обнаружил, что при определении радиуса дифферента использовались тысячные доли расстояния от Земли до Солнца, принятого в древности после Аристарха. Далее Роулинс утверждает, что астрономическая единица является естественной мерой расстояний для гелиоцентристов, в то время как геоцентристы использовали для этой цели радиус Земли. Действительно, гелиоцентрист Коперник использовал астрономическую единицу, геоцентрист Птолемей радиус Земли. Отсюда Роулинс делает вывод, что сотрудниками гепарха, непосредственными вычислителями, были астрономы, являвшиеся сторонниками гелиоцентризма. Птолемей сообщает, что гепарх не занимался разработкой аналогичных теорий движений планет, ограничившись критикой существовавших в его время теорий. Главный дефект, который выявил гепарх в этих теориях, заключался в том, что даваемые ими попятные движения планет всегда имели одни и те же продолжительности длину, вычисление расстояний до Луны и Солнца и их размеров. Первым, кто попытался измерить эти величины, был Аристарх Самовский. По его оценкам Луна примерно в три раза меньше Земли по диаметру, а Солнце в шесть с половиной раз больше, Солнце в девятнадцать раз дальше от нас, чем Луна. Книги, посвященные этому вопросу, Аристарх не приводят значение расстояния до Луны, но его можно реконструировать, получается 80 радиусов Земли. По мнению С.В. Житомирского, этим занимался также Архимед, получивший расстояние до Луны около 62 радиусов Земли. Как сообщает Птолемея и математик Папа Александрийский, Гепарх написал две книги о размерах и расстояниях, посвященные измерению расстояний до Луны и Солнца. В первой книге Гепарх использовал наблюдение солнечного затмения, которое в Гелеспонте наблюдалось в полной фазе, а в Александрии, в фазе 4 пятых, предполагая, что Солнце гораздо дальше от нас, чем Луна, то есть солнечный параллакс пренебрежимо мал. Гепарх получил минимальное расстояние до Луны 71 и максимальное 83 радиусов Земли. Во второй книге Гепарх использует метод определения расстояния до Луны, основанный на анализе лунных затмений, и предполагает, что суточный параллакс Солнца составляет 7, максимальная величина, при которой он неразличим невооруженным взглядом. В результате получается, что минимальное расстояние до Луны составляет 67,1, максимальное 72,2 радиусов Земли, расстояние до Солнца. Соответствующее суточному параллаксу 7 составляет 490 радиусов Земли. По всей видимости, Гепарх неоднократно возвращался к этой теме. Теон Смирнский и Халкиди утверждают, что он получил объем Солнца в 1880 раз превосходящим объем Земли, и объем Луны в 27 раз меньшим объема Земли. Эти числа не совпадают с приводимыми Папом Александрийским. Зная угловой радиус Луны, отсюда можно получить и расстояние до Луны. Примерно 69 радиусов Земли, довольно близкое ко второй оценке Гепарха, согласно Папу. Наконец, по свидетельству Клеомеда, отношение объемов Солнца и Земли по Гепарху равно 1050. Механика Гепарх написал книгу о телах, движущихся вниз под действием их тяжести, с основными идеями которой мы знакомы в пересказе Симплейкия. Гепарх не разделял концепцию естественных и насильственных движений Аристотеля, согласно которой тяжелым земным телам свойственно движение вниз, к центру мира, а легким – вверх от центра. Согласно Симплейкию, Гепарх пишет, что если бросить кусок Земли прямо вверх, причиной движения вверх будет бросившая сила, пока она превосходит тяжесть брошенного тела. При этом, чем больше бросившая сила, тем быстрее предмет движется вверх. Затем, по мере уменьшения силы, движение вверх будет происходить со всеубывающей скоростью. Пока, наконец, тело не начнет двигаться вниз под действием своего собственного влечения, хотя в какой-то мере бросившая сила еще будет в нем присутствовать. По мере того, как она иссякает, тело будет двигаться вниз все быстрее и быстрее, достигнув своей максимальной скорости, когда эта сила окончательно исчезнет. По сути дела, здесь перед нами первая формулировка концепции импетуса. Широко распространенная среди средневековых ученых, Симплейкии продолжает. Гепарх приписывает ту же причину и телам, падающим с высоты. А именно в этих телах также имеется сила, которая удерживала их на высоте. И действием этой силы объясняется более медленное движение тела в начале его падения. Эта концепция Гепарха напоминает современное понятие потенциальной энергии. К сожалению, перечисленные идеи Гепарха не получили развития в античности. Математика-историк науки Лучья Руссо полагает, что Гепарх был знаком с понятием инерции и дал качественное описание действия тяготения. Таким образом он интерпретирует некоторые пассажи в сочинении Плутарха о лике, видимо, на диске Луны. По мнению Руссо, Гепарх в действительности был гелиоцентристом, но его соответствующие труды не дошли до Птолемея. Другие работы, математика, при разработке теории Луны и Солнца Гепарха использовал античный вариант тригонометрии. Возможно, он первым составил таблицу Хорд, аналог современных таблиц тригонометрических функций. География. Трактат Гепарха против географии Иратосфена в трех книгах до нас не дошел. Его содержание известно главным образом из сообщений Страбона. Гепарх подверг труд Иратосфена детальной и отчасти несправедливой критике, порицая его преимущественно за внутреннее противоречие и недостаточную строгость при определении положения географических пунктов. По мнению Гепарха, основой для построения географической карты должны служить только точные астрономические измерения широт и долгот и триангуляция для расчета неизвестных расстояний. Соответствовать этим строгим требованиям Гепарха сам был не в силах. Реальные возможности для их выполнения появились не ранее 15-16 ВВ. В области географической теории Гепарху принадлежат три важных нововведения. Он впервые стал использовать градусную сетку. Первый предложил определять широту не только по Солнцу, как это делали уже задолго до него, но и по звездам. А для определения долготы предложил использовать наблюдения за лунными затмениями. Практической части своей работы, так называемой «таблица климатов», Гепарх указал широты нескольких десятков городов и местностей. В частности, он дал более точные по сравнению с данными Иратосфена оценки широт Афин, Сицилии и южной оконечности Индии. При вычислении географических широт на основе продолжительности самого долгого светового дня Гепарх использовал уточненное значение угла наклона, эклиптики 23 градуса 40, тогда как другим античным авторам было известно только округленное значение 24 градусов, а Клавдий Птолемей использовал менее точное значение 23 градусов 51. Кроме того, Гепарх выступал против принятого в его эпоху мнения, что Атлантические и Индийские океаны, а также Каспийское море являются частями Единого мирового океана и предполагал, что Айкумена, то есть обитаемая часть суши, занимает все пространство от экватора до северного полярного круга. Эта идея Гепарха нашла свое отражение и в географии Птолемея. По сути, весь труд Птолемея представляет собой попытку реализовать идею Гепарха о том, какой должна быть география. Астрология. Возможно, великий астроном не был чужд и астрологией, проникшей в эллинистический мир из Вавилона. Как пишет Плиний Старший, этот Гепарх, который не может не заслужить достаточной похвалы, более чем кто-либо доказал родство человека со звездами и так, что наши души являются частью неба. Гепарха оказался одним из первых астрономов древности, занявшихся астрологией и иногда упоминался в древних списках знаменитых астрологов. Память. В честь Гепарха назван лунный кратер астероид Гепарха и орбитальный телескоп Европейского космического агентства Хипаркос, предназначенный для астрометрических измерений. Издание и переводы. 304-376-S